Мама говорит, что я когда вырасту, ты что выбираешь? Фигурное катание или танцы? А ты что выбрала? Я не знаю. Определить будущее ребенка, опираясь не на собственные хотелки, а на состояние здоровья. Такие принципы диктует федеральный проект «Стань чемпионом». Немногие понимают, что выбирая спортивную секцию, вы можете как воспитать чемпиона, так и искалечить психику ребенка, не добившись результатов. Вот проходит Олимпиада, там выигрывает какой-то вид спорта, и всем кажется, что он настойно становится популярным. И мы отводим ребенка туда. Ребенок там вроде бы и подает какие-то надежды, но со временем, когда он переходит на другую спортивную подготовку по виду этому спорта, у него уже ничего не получается. Если ребенок психико ломается, он уже не может определиться, какой вид спорта ему уже подходит. Чтобы определить предрасположенность ребенка, делают всевозможные замеры, тесты на гибкость, выносливость, ЭКГ, анализ стоп. Например, в случае, если у ребенка есть плоскостопие, то многие виды спортивных нагрузок ему попросту противопоказаны. Среди них теннис, единоборство, фигурное катание, художественная гимнастика. Сейчас компьютер обработает фотографию. У нас тестирование. Будут показаны, какое состояние ног у ребенка. То есть компьютер высчитывает. Персонально каждому родителю на электронный адрес результативность тестирования ретранслируется. Кроме того, данный инновационный проект позволяет еще выявить уровень готовности ребенка к сдаче первой ступени норм ГТО. Поэтому каждый родитель видит не только анатомо-физиологические, психологические особенности своего ребенка, но и предрасположенность к сдаче норм ГТО и видов спорта. В Новом Уренгое в этом году проект «Стань чемпионом» охватит 13 детских садов. Применять тестирование начали на базе «Калинки». Там, по статистике, у большинства детей предрасположенность не к футболу или гимнастике, как мы привыкли, а к фехтованию. Диагностика в раннем возрасте позволит прежде всего не навредить и воспитать счастливого и, главное, здорового ребенка.